Универсальное чудо тесто за 5 минут. Без яиц и молока. Теперь пирожки будете готовить каждый день. Берем большую чистую емкость и выливаем теплую воду 300 мл. Добавляем сахар 2 чайные ложки и сухие дрожжи 1 чайную ложку. Все хорошо перемешиваем. Добавляем немного соли и 3 столовые ложки растительного масла. Можно взять оливковое. Опять хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались в однородную жидкость. Теперь берем сито и просеиваем сразу в эту емкость муку. У меня самая обычная пшеничная мука. Нам нужно 3 стакана без горки. Муку лучше водить постепенно. После каждого стакана хорошенько перемешивайте тесто, чтобы не было комочков. Так будет намного проще и быстрее вы сможете получить мягкое эластичное тесто. Количество муки увеличивать я не советую. Не стоит тесто забивать. Смотрите до конца и вы увидите какое удивительно нежное и воздушное тесто у нас получилось. Остался еще один стакан муки. Просеивать нужно обязательно. Берите то, что сейчас есть у вас под рукой для этого процесса. Мелкое сито отлично подойдет. Хорошенько теперь вымешиваем тесто. Сначала лопаткой или ложкой. А когда это делать уже будет тяжело, замешиваем руками. На первый взгляд может показаться, что совершенно мало муки и все липнет. Но немножко терпения и тесто будет таким как надо. Лишнюю муку не добавляйте. Для того, чтобы очень хорошо вымесить тесто, я на руку вылью совсем чуть-чуть растительного масла. Хорошо смазываю им руки и теперь вымешиваю буквально минутку. Как видите, ничего не липнет к рукам и тесто очень эластичное. Все готово. И теперь можно оставить его в емкости немного подойти, хотя бы минут 20-30. А можно готовить и сразу. Конечно, когда тесто немного постоит в тепле, оно станет намного нежнее и воздушнее. Посмотрите, какое живое тесто получилось. И уже к абсолютно сухим рукам ничего не прилипает. Мне очень нравится этот рецепт теста. Теперь из него можно готовить что угодно. Это тесто крайне бюджетное, так как готовится без яиц и молочных продуктов. А главное очень универсальное. Отлично подойдет для пирогов, пирожков, булочек, беляшей, пиццы и прочей выпечки на дрожжевой основе. Можно и жарить, и выпекать в духовке. Мягенькое, воздушное и невероятно нежное. Работать с ним одно удовольствие. Легко раскатывается в тончайший пласт и не рвется. А самое прекрасное то, что отлично подходит для использования абсолютно разных начинок. Пирожки, например, при лепке совершенно не раскрываются. И края хорошо держатся. И это в первую очередь зависит от самого теста. Поэтому муки используйте строго по рецепту. Что скажете, как вам рецепт такого теста? Вот обязательно попробуйте и делитесь своими впечатлениями. А какой ваш любимый проверенный рецепт? Пишите в комментариях. Буду ждать. Всем отличного настроения и пока-пока!